Есть что показать. Руководитель комплекса соцсферы Ирина Эрмиш ознакомилась с работой Кенишемского технологического техникума-интерната. Учреждение федеральное, стабильно финансируемое из государственной казны. Это Минтрудовское учреждение, подведомственное министерство труда. И скажу, что на территории региона еще одно есть учреждение, подведомственное министерство труда и социальной защиты. Это радиотехникум, который в городе Иванове располагается. Это учреждение уникально во всех отношениях. От профессии, которую получают ребят с ограниченными возможностями здоровья, до комплекса услуг, которые предоставляются здесь на базе учреждения. Это и социальная, и медицинская, что очень важно, реабилитация. Студенты здесь непростые, с серьезными заболеваниями и, как следствие, инвалидностью. В техникуме обучают по двум направлениям – программирование в компьютерных системах и конструирование, моделирование технологий изделий из кожи. В планах руководства перечень специальностей расширить. Я считаю, что в Ивановской области вполне востребована такая специальность, как технология швейных изделий. Эта мечта пока не позволяет сбыться из-за отсутствия тех площадей, которые бы необходимы. От эскиза до готовых моделей. Сначала художественная работа, потом кропотливый ручной труд. В этом учебном классе студенты осваивают профессию сборщик обуви. Материал – только натуральная кожа. Детали будущей туфли скрепляют специальным ниточным швом. Следующий этап – формование заготовок на колодке, прикрепление деталей низа. Финальный аккорд – отделка. И получаются прекрасные туфли-сапоги, которые будут служить своему хозяину, вернее, многих импортных изделий. А для души в свободное занятие время студенты делают ремни, сумки, предметы домашнего декора. Я сначала хотела на программисты идти, но потом подумала, что уже на технологах больше интереснее. Как бы и на машинах научиться работать, и шить. И решила, пришла сюда, деньги для дверей, посмотрела, понравился техникум, уютно, красиво. Все они в душе дизайнеры и творцы. Окончив техникум, одни выпускники сразу идут работать. Правда, зарплаты незавидные. Даже в Подмосковье на первых порах не более 12 тысяч рублей. Другие ребята продолжают обучение в Московском университете дизайна и новых технологий. Те навыки, которые здесь получают, профессиональные, могут пригодиться и в работе на дому. Выполнение тех же самых кожгалантерейных изделий, каких-либо ручной труд. Кроме этого, многие выпускники организовывают свое дело по ремонту, изготовлению обуви и кожгалантерейных изделий. Через дорогу от техникума общежитие с хорошим ремонтом и всем необходимым для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Есть свой музей, комната психологической разгрузки и целый реабилитационный центр. Ребята получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В лечении двигательных нарушений используют бутылотоксин. Препарат благотворно влияет на пораженную мышцу. После его применения занятия на тренажерах приносят больший эффект. Вообще этот препарат применяется для лечения неправильного мышечного тонуса, скажем так, научным языком говоря, спастичности. Вводя в пораженную мышцу, в мышцу, находящуюся в повышенном тонусе, мы эту мышцу расслабляем, тем самым обеспечивая возможность разработки суставов, пальцев, кистей, стоп, верхних и нижних конечностей. Такое цельное по своему подходу образовательные учреждения встретишь нечасто. И профессии обучат, и о здоровье позаботятся. Наверное, поэтому в Кинишму, в техникум, интернат приезжают ребята со всей страны. Сейчас здесь 166 студентов, но есть резерв. Учреждение может принять порядка 200 человек. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.